ну что всем доброго дня наконец-то в новом сервисе настоящая интересная работа работа у нас будет по съему гбц будем делать поиск неисправности будем искать проблему если она есть а может быть ее нет это может быть слухи дело в том что у нас grandstar x 20 год 20 год пробег 47 855 у него выкидывает охлаждающую жидкость через расширительный бачок то есть если ездить потихоньку то вроде бы как ничего только начинает поддавать газу начинает выбрасывать со слов клиента он купил его год назад якобы старый хозяин сказал ну вроде бы что-то где-то уходит антифриз поглядывать и купил и вот он целый год ездил то есть мучился мучился и становится все хуже хуже и хуже то есть выбрасывает все больше видно что вот здесь уже все забрызгало охлаждающей жидкостью то есть вот прям аккумулятор у нас уже патрубки крышки здесь все облито сделали опрессовочку утечки нигде нет газет из-под головки клиент много насмотрелся всяких видео и якобы у седовой эта проблема то есть именно в евро шестых это какой-то не знаю там бракованные болты там что-то не дотягиваться проблем я не буду вам рассказывать сказки допустим да я много раз снимал эти головки но моем случае проблемы всегда являлся игр клапан это первое то есть там у нас потекала с фитинга с патрубка туда сюда то есть уходила охлаждающая жидкость перегревали машину это первое и второе на таком пробеге никогда не было то есть я вот впервые столкнулся если допустим якобы по словам хозяина это обширная такая проблема я столкнулся первый раз то есть вроде бы все в порядке но на пробеге 47 начало газеть то есть я впервые поэтому моей целью будет сейчас снять не только головку разобрать проверить водяной насос помпу антифриз здесь красный посмотрим на всякий случай при опрессовке у нас стрелка то есть циркуляция подымается но не совсем активно это первое второе будем проверять термостат может быть термостат поставили не знаю на 85 на 87 не знаю даже то есть снимем посмотрим что там за термостат может быть он менялся старым хозяином уже может быть не менялся заводской не знаю машина визуально никто ничего не лазил вся полностью экология все на месте все до болтика то есть поэтому я здесь буду первый также проверим весь клапан гигр то есть я часто сталкивался на евро 5 но и на евро 6 то есть именно причиной ставал клапан гига вот и будем разбирать и смотреть то есть у нас знаем да что по запчастям там принципе у нас комплект проклада комплект болтов там шайбы кольца под форсунки и так далее то есть будем смотреть радиаторы тоже панель будем снимать радиаторы посмотрим забиты или нет хотя на пробеге 47 это вряд ли но будем проверять все смотрите жабло стеклоочистителя будем обязательно разбирать потому что машина у нас есть grandstar x полноприводный и неполноприводный то есть на неполном двигатель стоит ниже и еще как-то и скрутиться и можно снять все это да на полном приводе это уже все очень неудобно делать вот она охлаждающая шибкость прям выливалась долго и упорно вентиляторы оказалось радиаторы будем разбирать мы там визуально видно что вроде как что-то подзабить а и здесь все прям прекрасно вот здесь дренажное отверстие у нас где получается вот она дренажное отверстие здесь все сухо все хорошо помпа не люфтит здесь тоже все блоки чистенько все как новую машину так ну вот нас коллектор коллектор конечно хорошо забит даже на таком небольшом пробеге прокладка вот уже есть небольшие следы то есть начало уже подтекать ну тут конечно адский от вообще то есть вот это все будем вымывать смотрите здесь есть момент на евро 5 у нас клапан игр вот этот теплообменник он крепится головки и поэтому снимается вместе с головкой на евро 6 у нас не получится то есть опускаем клапан игр откручиваем коллектор и только потом мы вытаскиваем теплообменник в идеале будет снять болты и промыть теплообменник вот сам игр кстати вот здесь у нас подтекает фитинг вот в этом месте то есть но не здесь а болячка ли потекает здесь патруба какой-то либо он там прям фитинг на горячую здесь все прекрасно зацепился готово форсунки снимались очень тяжело засыпал все песком вот смотрите при вытаскиваем форсунок весь песок попал в цилиндр то есть на вопрос для тех кто смотрите в этот раз я его допустим если продул то некачественно делал то есть если я снимаю форсунки знаешь не буду снимать головку то обязательно вычая весь песок абсолютно то есть видите да сколько туда попадает по смотрите нагрузки болтов при откручивании у нас были прослабленные болты между вторым и третьим цилиндром на пуске то есть это вот эти раз два три четыре пять допустим вот эти болт сейчас посмотрим так ли это на самом деле здесь ли она пропускала но можно конечно и не увидеть так здесь здесь все хорошо прилегала смотрим вторую сторону так же может быть и между здесь у нас ничего ничего вот здесь вот здесь есть немного совсем чуть-чуть не видно такого но у нас и не было такой большой дырки то есть небольшой и вот здесь вот так что у нас это получается четвертый цилиндр возле масляного канала на выпуске вот эта часть у нас не прилегала то есть вот видим по синенькой ловки теперь смотрим здесь на блоке так смотрим 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 здесь вроде все плотненько плотненько но тут очень страшного нету поэтому будет смотреть со стороны головки и скорее всего пропускала не от стороны блока от стороны головки так переворачиваем головку смотрим маслица вот он так а нет это первый у нас так первый цилиндр а тут что-то вообще как-то очень-очень плохо видно по четвертому опять вот здесь вот для канала нет вот по четвертому возле канала опять масляного вот здесь есть вот это вот 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 да между цилиндров все хорошо то есть между вот первым вторым 3 4 все хорошо между цилиндр тут вопросов нету так а прокладочка у нас как там было получается какая где сторона вот так она лежала и мы увидели ее вот здесь должны были увидеть да да вот все верно вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь четвертый цилиндр болты были ослаблены вот у нас на вкус и вот здесь так она лежала нас смотрим эту сторону и как раз эта сторона такая наоборот более целая а где зажата прям как будто какая-то не знаю как будто коррозия какая тела что-то прям раздавлено слишком сильно вот даже как будто бы такое ощущение что затяжка головки было неравномерное изначально одна сторона перетянута да 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 то есть вот здесь прям как будто одну перетянули сторону вторую не дотянули то есть здесь вот у нас смотрим мы прям все прекрасно где болты были затянуты а эта сторона у нас нет нет вру вот так она лежит наоборот вот вот это которой болты были ослаблены все порядке а вот здесь болты были затянуты и вот такое ощущение что пережатая была пережатая была сторона да то есть на выпуске как будто бы было пережата нет по блоку и вот вот он нужен на четвертом цилиндре конечно вот здесь прилегала вообще очень плохо прокладка хотя компрессионная вот кольцо лежала плотно а вот здесь прокладка вообще очень плохо держалась даже между каналами лежала неравномерно видно что вот эта сторона вот мы видим смотрите здесь у нас все идеально чисто прилегала а с другой стороны большой огромный нагар и так что правая сторона вот левая отличается ну прям страшного ничего нету сейчас померяем плоскость блока головку разберем и уже потом на прессовку и на померяют также плоскость ну и скорее всего будут протачивать то есть и головку надо будет шлифануть так в принципе все утечки у нас не было по водяному насосу претензий нету головка была затянута неравномерно либо болты от перегрева были уже ослабли бывает такое когда перегрев то болты ослабляются поэтому особого внимания не будем брать непонятно как лент ездил сколько он так ездил грелась она у него сильно грелась немножко грелась не знаем мы это поэтому меряем плоскость здесь разбираем головку и отдаем на прессовку и и Продолжение следует...